добрый день добрый вечер уважаемые друзья коллеги партнеры начинаем наш сегодняшний вебинар который посвящен презентации компании skyway capital ну традиционно наверно для начала давайте сделаем так если слышно видно хорошо поставьте пожалуйста плюсики я вижу что олег из лисичанска поставил 10 с плюсом это здорово да я вижу что у нас скажем так пока не так много людей но достаточно широкая география то есть у нас есть ирина это предполагают ирина колмакова из тобольска у нас есть самара есть прибалтика да то есть из латвии новосибирск украина пермь то есть скажем так достаточно все широко скажем где-то три-четыре-пять часовых поясов на сегодняшний день у нас комнате есть вот речь пойдет сегодня как я сказал о компании skyway capital да без skyway capital если поговорить по-английски в принципе традиционно наша презентация пройдет два блока информации первый немножко более такой мир на обширной это непосредственно технологии разработанной анатолием удара чем юницким человеком который является нашим соотечественником да и в принципе технология которой пойдет речь это наверное тот товар либо услуга который на сегодняшний день группа компаний skyway планирует вывести на рынок уже в ближайшее время задача компании skyway capital это работать на рынке инвестиций привлекать инвестиции с целью реализации данной технологии вторая часть будет непосредственно идти во второй части точнее речь будет идти о предложении которые делают своим партнером инвестором акционером компания skyway capital они довольно интересные заманчивые простые кстати поэтому в принципе не будем затягивать да я смотрю что плюсики проставились у нас тут есть даже владимир в лобуев сахалин и вы знаете сотрудница которая работает со мной здесь в москве в нашем офисе компания skyway capital она сама родом сахалина есть такой порт корсаков точнее родилась она на украине но фактически всю свою жизнь родителями жила в городе корсаков поэтому вот сахалинность не ошибаюсь как у нас там плюс 9 часов до по отношению к москве вот или 9 петропавловск сахалин может быть плюс 8 это коллеги компания skyway capital буквально несколько слов а плюс 7 да хорошо буквально несколько слов скажем так ключевых нервным моментов касаемо компании skyway capital первое она зарегистрирована территории великобритании номер регистрационного видите сейчас на сайте можете его себе скопировать либо записать выйти на сайт официального регистратора великобритании и посмотреть информацию о компании first skyway invest group это ее полное название skyway capital это торговая марка под которой мы работаем на международном рынке компания является официальным партнером группы компаний skyway по привлечению инвестиций тут написано вес проводящая система то есть в принципе у нас единственный вид деятельности на сегодняшний день мы занимаемся информирование людей о той возможности которая дает проект skyway каждому человеку проживающему неважно в какой стране вот и привлекаем инвестиции с целью строительства сертификационно-демонстрационного участка на территории республики беларусь у нас сейчас там идет активная стройка продемонстрировать возможности новый национальной транспортной системы то есть речь не идет о каком-то транспортном средстве новом виде автомобиля да либо новом виде тепловоза или парохода то есть речь идет о новой инновационной транспортной технологии который до сегодняшнего дня не было нигде не реализована но не огромное количество преимуществ по стране со всеми теми транспортными системами которые мы с вами используем ежедневной жизни А вы знаете, у нас на сегодняшний день четыре транспортные системы крупные. Первый из них это автомобильный транспорт. Начиная от момента производства автомобилей, даже проектирования, наверное, новых моделей. И заканчивая, скажем так, их утилизацией. То есть, когда их, скажем так, внут железку и потом, скажем так, пилят на части, на стружку и так далее. Транспортная система автомобильная, все включают автозаправочные станции, сервисы, станции техобслуживания и много-много чего еще. В принципе, в нее можно включить даже ГАИ, которая руководит движением автомобилей по дорогам, по которым они передвигаются. Дальше у нас есть водный транспорт, речной и морской. Причем это, наверное, самый первый вид транспорта, который используют люди, ну, за исключением вьючных животных. Потому что наши предки, скажем, достаточно давно оседлали лошадей, мулов, ослов, я не знаю, на ком они еще передвигались. Потом появились лодки, появились первые, скажем так, судна, которые позволяли людям перемещаться, скажем так, между городами по рекам, а многие уже пробовали, даже, скажем так, до нашей эры еще, вы помните, да, были крупные морские сражения, на которых использовались, скажем, и парусные суда, и галеры, и так далее, и так далее. Дальше у нас есть транспортная система, называемая авиатранспорт, которая все включает передвижение на самолетах и вертолетах, да. И есть еще транспортная система, называемая железные дороги. Причем туда можно включить высокоскоростные железные дороги, вот, еще, скажем так, целый ряд направлений, то есть там есть грузовой транспорт, то есть перевозка грузов, да, есть пассажирский. То есть четыре системы, и, по сути дела, технология, которую разработал Юницкий, она отличается от всех этих и имеет, скажем так, огромное количество преимуществ по отношению ко всем перечисленным технологиям. Есть еще у нас космический транспорт, но, по сути дела, он используется единицами людей, да, там летают по одному, по два, там по пять космонавтов, тратятся многие миллиарды долларов на то, чтобы, скажем так, осуществлять эти запуски и поддерживать рабочеспособное состояние космические станции. Ну, пока мы, наверное, назвать это транспортной системой не можем. Далее, что еще очень важно, то, что, по сути дела, всей своей деятельностью компания Skyway Capital способствует выведению нового инновационного транспортного, транспортной, точнее, системой, разработанной Юницким, на мировой транспортный рынок. И та платформа, которую мы избрали для своей деятельности, называется CrowdInvesting, либо народное инвестирование. Этот опыт мы переняли непосредственно у компании RSV System, которая, по сути дела, за два года до, это с конца января 2014 года, поступили первые инвестиции в наш проект по системе CrowdInvesting, показала свою живучесть, эффективность, и, по сути дела, все, что проделал на сегодняшний день, все то, что у нас сегодня построено в Беларуси, еще будет построено, это пока все на деньги обычных физических лиц, частных инвесторов, таких людей, как мы с вами. Человек, который является виновником всего того, что происходит, в хорошем смысле этого слова, вы сейчас его видите на слайде. Кстати, многие из вас, кто приедет в Минск 23-24 апреля, смогут увидеть его, как говорится, воочию, живьем. Анатолий Георгиевич Юницкий на крупной международной конференции, которая будет проходить у нас на территории Республики Беларусь. 23-24 апреля он будет давать информацию о том, что сделано на сегодняшний день, и ближайшие планы того, что будет происходить в группе компании Skyway в ближайший 2016-2017 год. То есть у вас есть возможность увидеть этого человека, лично с ним познакомиться. Итак, коллеги, генеральный конструктор группы компании Skyway, генеральный директор, президент группы компании Skyway, Анатолий Георгиевич Юницкий. Его можно назвать советским, российским, белорусским, ученым, предпринимателем, изобретателем. За время внедрения своей технологии, по сути дела, на сегодня это порядка 38 лет, он руководил двумя проектами организации обменных наций. Кстати, 38 лет для транспортной технологии, если мы посмотрим вглубь пиков, не так уж и много. Было много, скажем так, в жизни изделий, касаемых транспортного направления, которые внедрялись даже не одну сотню лет. То же седло, скажем так, люди, скажем, ездили на лошадях долгое время без узды, без седел, но тем не менее мы касаемся, скажем, тяжелой транспортной технологии. 38 лет это не так много. Пример мы часто приводим. Технология TransRapid, это транспорт, который находится в городе Шанхай. То есть, там есть всего два, скажем так, транспортных средства, передвигающиеся на магнитном подвесе со скоростью 431 км в час. Они ездят, скажем так, от аэропорта Пудун до центра города Шанхай. Протяженность 38 километров. Данный поезд, если его можно назвать поездом, передвигается из пункта А в пункт Б за 8 минут, фактически меньше, чем за 8 минут. Но это технология, которая разрабатывалась с 1936 года. А первый заказ поступил в 2000 году, и в 2003 данная, скажем так, линия была сдана. И больше данной технологии не использовалось нигде. На нее было затрачено порядка 6 с лишним миллиардов евро, потому что это делала компания Siemens. Государство инвестировало деньги, частные деньги были в этом проекте. Китайцы, скажем так, заказали данную дорогу, она была построена за полтора миллиарда долларов. Итак, в самом начале своей деятельности Анатолий Дарвич Юницкий стал членом Федерации космонавтики СССР, то есть именно, скажем так, это первая, наверное, структура, которая признала перспективность использования данных технологий на территории бывшего Советского Союза. У него более 140 изобретений, несколько десятков сегодня используются на практике и в целом ряде направлений промышленности, и в сельском хозяйстве. У него есть 18 монографий, большинство из которых вы можете найти на сайте www.unitsky.com, ссылочка, точнее, название сайта вы видите на данном слайде, и более 200 различных научных работ. Три высших образования. Первое образование – это инженер транспорта, второе образование – патентное правило изобретательства, и третье образование Анатолия Дарвич Юницкого – высшее проектирование и строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений. На данном слайде вы видите историю развития технологии, разработанную низким. Ее условно можно разбить на четыре этапа, но прежде чем кратко пробежать информационно по каждому этапу, я бы хотел вам продемонстрировать ролик, в котором, по сути дела, будет показано, что из себя представляет технология Transnet. Transnet – это, как я говорю сейчас, шаг в шестой технологический уклад, это недалекое наше будущее. То есть Transnet – это новый вид мировой паутины. Мировую паутину под названием интернет мы с вами практически освоили, потому что 15-20 лет назад интернет для нас был чем-то таким, наверное, недосягаемым для многих. Многие не понимали, что это такое. Сегодня даже наше общение с вами происходит благодаря тому, что есть данная технология. То есть мы находимся в разных городах, в разных странах. Я вещаю из Москвы, невелико от станции метро «Спартак», и вы меня слышите в том городе, в котором вы сейчас находитесь. Так вот, Transnet – это, как я сказал, новый вид мировой паутины, но это мировая паутина перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все преимущества, которые нам дает эра интернета, эра развития IT-технологий. Только это, скажем так, позволит нам провести дороги в те места, где сегодня их построить нельзя. Это так называемые труднодоступные места, либо недоступные вообще. Благодаря данной технологии мы сможем огромное количество преимуществ цивилизации, которые мы с вами можем ощутить в крупных городах, довести до тех мест, которые сегодня являются недоступными. Таких мест много в Российской Федерации, да и во всем мире очень большое количество тех мест, где люди могли бы использовать, например, привести развитие человеческого общества, такие же, например, как интернет, электричество и так далее. Но ввиду того, что климатические условия, возможно, либо, скажем так, рельеф местности, не позволяет провести туда ни линии электропередач, ни транспортные развязки, да, технология Транснет позволит нам это сделать. Итак, двухминутный ролик, что из себя представляет технология, потом краткая история, да, развития технологии с 1977 года, ну и будем двигаться дальше по нашему вебинару. Приятного вам просмотра, я надолго не прощаюсь. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождей, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, конечно, за две минуты ролика, который он шел, две с небольшим минуты, понять, скажем, все преимущества технологии нельзя, но я думаю, что основное, да, то есть как выглядит данный транспорт, как будут выглядеть транспортные средства недалекого будущего, вы, наверное, смогли. Итак, краткая история, как я говорил. Условно можно разбить историю развития струнных технологий, а потому что струнные технологии Юницкого – это не только транспорт, хотя основное внимание уделяем непосредственно транспортной отрасли, да. Струнные технологии – это также строительство мостов, да, которые экономят огромное количество ресурсов, начиная, скажем так, от строительных материалов, заканчивая потом, скажем, эксплуатацию данных изделий, поддержание их в работоспособном состоянии. Это строительство взлетно-посадочных полос аэропортов, аэродромов. Это возведение высотных, скажем так, и зданий коттеджного типа по струнным технологиям тоже, то есть это строительство домов. Также струнные технологии предполагают строительство портов по струнным технологиям. Это позволит нам строить порты непосредственно в акватории морей, озера и океанов, да, не непосредственно возле берега, где нужно провести огромный объем работ, там, скажем так, фарватеры подготавливать и так далее. А по сути дела порты можно размещать в естественной среде на глубине там 20-30-50 метров, и технологии, разработанные низким, позволяют это сделать. Условно, как я говорил, технологии, точнее, историю технологии можно разбить на четыре этапа. Первый из них — это далекие 70-е годы прошлого столетия до середины 90-х годов, опять же, прошлого столетия. Именно в это время была осуществлена первая, точнее, была подана заявка на изобретение, были первые научные публикации. В 80-е годах прошлого столетия была проведена первая научно-практическая конференция, и по струнным технологиям в том числе было получено признание Федерации космонавтики СССР, получен первый грант Советского фонда мира на развитие данной технологии. С 95-го по 2000-й год был второй этап, когда Анатолий Дарвич Черемицкого была создана научная школа, в Санкт-Петербурге было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы подвижному составу и ориентирую на высокоскоростной Skyway. То есть технология Skyway предполагает развитие всех трех транспортных сегментов транспортного рынка — это грузовой Skyway, с предполагаемой скоростью подвижного состава до 120 км в час. А те люди, которые интересуются данной тематикой, может быть, получили в том году такую информацию, что скорость перемещения грузов по территории Российской Федерации при помощи РЖД на сегодня составляет 9 км в час. Это с учетом погрузки и разрузки. То есть скорость очень низкая. Здесь до 120 км в час. Причем протяженность дорог может составлять до 10 тысяч километров. Далее — это городской транспорт со скоростью от 50 до 150 км в час. И высокоскоростной междугородний международный Skyway со скоростью 450-500 км в час. На втором этапе же были продемонстрированы первые действующие физические модели, которые показали, что тот процесс, те, скажем так, изыскания, те ноу-хау, которые применяют в низкие свои технологии, они были воплощены в действующие физические модели. Это подтверждает, что в реальном размере один к одному можно сделать все то же самое. Именно в это время, на втором этапе развития технологий был получен первый грант Организации Объединенных Наций на развитие струнного транспорта. И, по сути дела, была разработана, скажем так, на бумаге в плане действующих моделей технологии первого поколения. Это как самолет братьев Райт. Да, помните, есть кадры, хроники, когда он взлетел на несколько секунд и потом обратно опустился на землю из фанеры. Вот то же самое примерно можно сравнивать с тем, что было тогда, до 2000 года, и то, что есть сегодня, то, что строим мы на сегодняшний день. Третий этап. Очень важный этап развития технологий, потому что именно на этом этапе о технологии SkyWay фактически узнал весь мир. Потому что именно в это время большое внимание, скажем так, на целом ряде телевизионных каналов, как центральных, так и региональных в Российской Федерации, уделялось технологии, разработанной низким. То есть был, опять же, как я говорил, целый ряд тематических передач, было большое количество публикаций в прессе, потому что Анатолий Дарович Юеницкого в подмосковном городе Озера был свой собственный испытательный полигон, это так называлось на тот момент, либо демонстрационный сертификационный участок. На нем был продемонстрирован транспорт, по сути дела, второе поколение технологии. Планировалось построить дорогу от подмосковного города Озера до Москвы, а это немногим более 100 километров. И жители подмосковного города Озера могли достаточно быстро добираться до столицы нашей Родины. Большое участие в строительстве данного тестового участка, либо полигона, принял Александр Лебедь. На то время он был губернатором Красноярского края. И он один из первых чиновников в нашей стране понял, что данные дороги нужны в первую очередь для Российской Федерации. На данном этапе, кстати, был получен второй грант организации обмененных наций. На данном же этапе технология была продемонстрирована на то время президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это было в Ульяновске на госсовете, на котором присутствовали, скажем так, все министры профильных министерств, присутствовали все губернаторы регионов Российской Федерации. И губернатор Ульяновской области предложил внести технологию, разработанную Минским, в список критических, которые необходимо развивать на территории Российской Федерации, а потом, скажем, как он сказал, кстати, ролик об этом вы можете найти в интернете, данный госсовет транслировался в прямом эфире, то есть на территории всей Российской Федерации, тогда был канал, как назывался он, 224, сейчас это Россия 24. То есть технология увидела свет, они узнали, скажем так, люди в разных уголках земного шара, потому что во время, скажем так, существования полигона было проведено большое количество испытаний, технология, скажем, проходила промышленную отработку, отработан целый ряд методик. Как я сказал, что, по сути дела, было готово второе поколение технологии струнных дорог, да, большое количество различных комиссий и международных делегаций посещало территорию полигона в подмосковном городе Озеры, но случилась одна вещь, которую, скажем, наверное, Юницкий не ожидал, да, вроде бы после того, как был создан полигон, было проведено большое количество испытаний, даны экспертные оценки целого ряда, скажем так, экспертами различных министерств Российской Федерации в первую очередь. После госсовета, на котором было принято решение выделить порядка миллиарда рублей на развитие технологий в Ульяновском регионе, полигон буквально в считанные дни перестал существовать. Скажем так, концов найти так и не удалось, кто это сделал, но разобрали по косточкам, ничего не оставили на месте, но очень важным моментом, наверное, можно отметить следующее, то, что Юницкий не опустил руки, то, что он продолжал заниматься своей технологией, ее развитием, продолжалось, скажем так, вестись работы по проведению переговоров с целым рядом, скажем так, чиновников, не только Российской Федерации, разного уровня, да, предпринимателями разного уровня, то есть людьми, у которых есть деньги, которые могли бы вложить эти денежные средства в развитие технологий. Но, к сожалению, все эти переговоры заходили в тупик. С предпринимателями, скажем так, все приходило к тому, что они готовы были выкупить за незначительную сумму данную технологию, с чиновниками никто не принимал решение, все ждали отмашки сверху, да, и в 13-м году Амателем Мударовичем Юницким и его соратниками было принято решение оценить интеллектуальную собственность Юницкого и независимые европейские агентства и компании, которые имеют лицензию для такого вида деятельности, оценили интеллектуальную собственность Юницкого, то есть все ноу-хау, которые он использует данную технологию, в 400 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки. И на основании интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания на территории Великобритании, называлась она Евроизен Рейс Skyway System И было принято решение начать двигаться по системе краудинвестинга, то есть привлекать инвестиции от физических лиц, таких как мы с вами, с целью создания еще одного тестового участка, либо полигона, либо сейчас называется экотехнопарка, демонстрация возможностей данного вида транспорта еще раз, сертификации во всех его сегментах, о которых мы говорили в трех, и в дальнейшем выход на транспортный рынок, а те люди, которые становятся скажем так инвесторами в наш проект, становятся совладельцами интеллектуальной собственности, становятся совладельцами этой компании. То есть сегодня предоставляется еще возможность каждому, кто примет решение стать инвестором, владеть каким-то кусочком в ближайшее время самой крупной транспортной компании, потому что, скажем так, емкость рынка, который будет охватывать технологию Skyway, порядка 30-50%, как заявляет, всего транспортного рынка, как заявляет Анатолий Дарович, еще низкий, и мы к этому двигаемся. По сути дела, инвестиции первые в наш проект пришли в январе 2014 года. То есть прошло буквально два года, и проделываем большой объем работы, мы об этом с вами сейчас впереди еще поговорим. У компании Skyway, у группы компании Skyway в период времени с 2014 по 2017 год, именно в это время мы планировали выйти с технологии уже сертифицированной на мировой транспортный рынок, есть четкий 15-этапный план, в который входит, скажем так, целый ряд работ, которые нужно выполнять на каждом отдельно взятом этапе. Сегодня мы находимся уже на шестом этапе развития технологии в этот промежуток времени, всего, как я сказал, 15. Цель работы группы компании Skyway, непосредственно компании Skyway Capital, это приличный необходимый объем инвестиций, он колеблется, скажем так, в границах 300-350-500 миллионов долларов США, для того, чтобы построить все три вида транспорта на территории Республики Беларусь, на том тестовом участке, который у нас еще сейчас есть, продемонстрировать возможности всех этих трех видов транспорта, сертифицировать этот транспорт и выйти на мировой рынок с технологией и на рынок инвестиций с теми пакетами долей компании, либо акций, по-другому можно сказать, которыми вы владеете на сегодняшний день. Либо вы сегодня слушаете информацию впервые и можете стать совладельцем данной компании, пока такая возможность есть. Итак, мы находимся на четвертом этапе развития технологии. Прежде чем перечислить те структуры, которые давали свои экспертные оценки заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озера, я бы хотел включить вам ролик, он опять же займет две минуты, который как раз таки продемонстрирует, что технологию SkyWay знают, то, что о ней говорилось на телевизионных каналах различных, там и канал России, и ТВ6, и НТВ, и многие другие каналы, о том, что существовал полигон в подмосковном городе Озера, о тех же комиссиях, которые посещали данный тестовый участок. И после того, как вы посмотрите ролик, он опять займет у вас всего «Готов, прием». 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес, живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели, действующие, и полностью отвечают критерию «физическая модель», то есть с точки зрения физики, соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнен многочисленные продукты. Итак, друзья, дамый ролик продемонстрировал именно то, о чем я говорил буквально две минуты назад. Про полигон в подмосковном городе Озеры. Если вам интересно, то вы можете перейти на страницу нашего сайта и почитать более подробную информацию. Кстати, огромное количество печатных материалов вы можете найти и на сайте Юнисского, и на сайте компании Skyway Capital. Там, скажем так, большое количество технических аспектов, то есть целый пласт информации. Вы можете несколько дней разбираться в технологии, если вам это интересно. Вы можете увидеть, скажем, на сайте большое количество экономической информации, почему выгодно строить эти дороги, да, какой они плюс дадут для экономики тех стран, где будут строиться дороги по технологии Юнисского. Много видеоматериалов. Вы можете увидеть государственные контракты, которые были заключены на третьем этапе развития технологии, точнее, да, на третьем этапе развития технологии в период существования полигонов под Московным городе Озеры, а это были государственные контракты на строительство дорог в Хабаровском крае, Ханты-Мансийском основном округе, в Ульяновске, то есть в Ульяновской городской администрации были подписаны договора, и, как говорит Анатолий Дарчевницкий, их пока еще никто не отменял. То есть возможен вариант, что после демонстрации данного транспорта просто эти договора будут пересмотрены, изменится цена, конечно, и многое другое, но, возможно, именно в этих регионах будут строиться дороги. Итак, на данном слайде вы можете видеть перечень, далеко не весь перечень тех структур, которые, эксперты которых давали заключение, да, во время существования полигонов в подмосковном городе Озеры. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, Санкт-Петербургский госуниверситет путей сообщения, эксперты ООН, мы уже говорили об этом, да, давали заключение о том, что данную технологию есть смысл развивать и использовать для изменения жизни человечества в целом. Было получено, у нас на слайде написано более 40, более 50 патентов на развитие, скажем так, на те ноу-хау, которые юнистки используют в данной технологии, и на различных международных форумах, выставках, посвященных и теме транспорта, скажем так, и инновациям в направлении техники, науки, было получено более 30 различных международных дипломов, наград, золотых медалей, кубков. С этой информацией вы тоже можете познакомиться более подробно на наших сайтах. Мне самому, скажем, довелось участвовать в 2014 году, в конце 2014 года, на выставке на территории бывшего завода «Матвич», она называлась «Открытые инновации», сейчас это выставочный центр «Технополис». Четыре дня мы работали на этой выставке, мы надеялись так еще раз встретиться с президентом, точнее сейчас он премьер-министр Российской Федерации Дмитрием Медведевым, но, к сожалению, вместо 6 часов, в которой планировалось его посещение на этой выставке, он там был 10 минут, пообщался с китайцами, быстро сфотографировался на фоне высокоскоростных железных дорог компании CRH, которая, скажем так, строит эти дороги по всему миру, ну и быстро бежал. Вы знаете, да, то, что в России, скажем так, уже два года ведутся разговоры о строительстве дороги высокоскоростной между Москвой и Казанью, есть вероятность, что это будут строить китайцы, но мы знаем, что на порядке дешевле строить дороги по технологии, о которой мы сегодня с вами разговариваем. На данном слайде вы видите, скажем так, перечислены основные преимущества данной технологии, ну и гораздо больше, и в принципе по каждому преимуществу можно говорить очень долго, да, и по низкой себестоимости строительства, просто цифру если назвать, на одном километре дороги, если строить по технологии SkyWay, в сравнении с высокоскоростной железнодорожной эстакадой, экономится порядка 500-750 тонн стали, это на одном километре. Юнистки амбициозно заявляют, что в этом столетии необходимо будет построить несколько миллионов километров дорог SkyWay, то есть это экономия по стали. Железобетон до 20-30 кубометров, опять же, на одном, тысяч кубометров, извините, на одном километре дороги, это вот о каких цифрах мы с вами говорим. Дальше, ну, наверное, то любимый, наверное, конек, о котором мы говорим на презентациях, это беспрецедентный уровень безопасности. Современный транспорт, ну, наверное, не один из них, который мы перечисляли, нельзя отнести к безопасным видам транспорта, да, то есть на каждом из видов транспорта, на котором мы передвигаемся, есть вероятность загреметь конкретно, да, то есть его отнести. Уровень безопасности, например, на автомобильных дорогах, ну, достаточно низок, да, даже если вы являетесь поводителем профессионалом, есть вероятность того, что у вас может догнать, либо наоборот встретить вас в лоб тот, кто водить не умеет. В России погибает ежегодно более 30 тысяч человек в автомобильных катастрофах. В десятки раз более, да, люди становятся инвалидами, то есть порядка там 200-300 тысяч ежегодно получают различные травмы, увечья. Так вот, чтобы всего этого не было, если мы будем использовать дороги, построенные по технологии SkyWay, мы разведем транспортные потоки, людские потоки по уровням, транспорт будет ездить сверху, люди будут совершенно спокойно гулять по земле, дышать свежим воздухом, у них будет шаговой доступности транспорт, который будет позволять им быстро добираться из того места, где они будут жить на ловне природы, да, в своем коттедже, до места работы, например, потому что скорость, как я вам говорю, городского достигает до 150 км в час. Далее, каждое транспортное средство, если мы говорим о безопасности, будет снабжено специальным противосходным устройством, которое не будет позволять с путевой структурой никуда этому транспортному средству не перевернуться, не свалиться, не, скажем так, скособочиться и так далее. Идеальная ровность пути. Запас прочности путевой структуры по отношению к нагрузкам, которые будет она нести при передвижении транспортного средства, на разгоне и торможении, например, да, максимальная нагрузка, минимум десятикратно. Вот. Данный вид транспорта можно отнести к всепогодному транспорту, да, и фактически рельеф местности, по которому будет проходить, не сильно влияет на передвижение транспорта по технологии SkyWay. У нас в Российской Федерации более 65% территории находится в зоне вечной мерзлоты. Существует огромное количество месторождений полезных ископаемых, которые невозможно сегодня разрабатывать только по причине того, что к этим месторождениям нет дорог. А использовать воздушный транспорт, ну это очень дорого, да, для того, чтобы разрабатывать данное месторождение. То есть данная технология – это выход из этой ситуации. простой, комфортный. То есть мы знаем, что весной, например, во многих регионах Российской Федерации скрываются реки, тает снега, то есть образуются там различные так называемые половодья и так далее, и так далее. То есть для обычных дорог это катастрофа, как для железных, так и для автомобильных. Для дорог SkyWay никакого влияния это оказывать не будет. То есть можно много говорить о преимуществах, да. Те из вас, кому интересно почитать более подробную технологию, у нас по понедельникам в 13 часов, в 20 часов Александр Мэнко больше внимания уделяет непосредственно вопросам технологии. У нас по воскресеньям в 15 по Москве он же проводит семейные встречи, где рассказывает об инновациях в целом, об инновациях в сфере транспорта и сравнивает данную технологию с тем, что на сегодняшний день либо используется, либо пытается разрабатываться различными людьми, различными странами и так далее. Все это идет в сравнении с технологией SkyWay. То есть если вам интересно, я думаю, вы разберетесь в этой информации. Итак, коллеги, ключевым для развития технологий стал 2015 год. То есть в 2014 году началось привлечение инвестиций. В 2014 году нельзя никак упустить важный момент, то что в мае месяце у нас открылось научно-производственное предприятие на территории Республики Беларусь в городе Минске. У нас появились первые конструкторы, первый инженерный персонал, который сейчас активно работает на реализации данной технологии. Те люди, которые инвестировали средства в январе, феврале, марте, нам часто задавали вопросы, хорошо, я деньги проинвестировал, куда же они пошли, что вы можете мне показать, что вы проделали, какой объем работы, покажите и так далее. У нас было много таких вопросов. Но 2015 год стал ключевым, потому что именно в начале 2015 года компания определилась с тем участком местности, где планировалось начать строительство технопарка. В феврале уже в привязке к конкретному участку местности конструкторы нашей компании разработали первые эскизы, вы видите на верхнем рисунке данного слайда. Далее, 24 февраля началась свою деятельность в 2015 году компания Skyway Capital, на презентации которой вы сегодня присутствуете. Весной были проведены, скажем так, двухраундовые переговоры с арабскими партнерами и высока вероятность, скажем так, продления нашего сотрудничества. Это создание совместного предприятия, протокола о намерениях создания которого был подписан на территории Эмирата Абудаби. Была предложена специалистами нашей компании концепция строительства линейного города на территории этого Эмирата на острове. То есть четыре варианта предлагалось строительство линейного города с использованием транспорта Skyway. В 2020 году на территории Арабских Эмиратов будет проходить выставка Экспо 2020. В планах, если все сложится так, как мы планируем, если мы вовремя построим экотехнопарк на территории Республики Беларусь, есть вероятность строительства до 2019 года такого же экотехнопарка на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Если опять же все сложится так, как мы планируем, то есть вероятность строительства двух дорог по технологии Skyway, аэропортов на территории Эмиратов до экспозиционного центра выставки Экспо-22. В июне месяца произошло важное событие, то есть состоялся аукцион по участку земли, который группа компании Skyway запланировала для себя. И на этом аукционе было признано, что данный участок местности 36 гектар в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марьино-Горка, закреплен за компанией «Струнные технологии», генеральным директором которой является Анатуре Горда Чуницкий. Эта компания входит в наш холдинг. В июне месяце 29-го числа осуществилась регистрация договора в Едином государственном реестре недвижимого имущества Республики Беларусь. Далее, в июле месяце начались первые, скажем так, работы на территории Экотехнопарка, подготовительные, то есть зачистка местности от всякого мусора и так далее. Дальше были, скажем так, работы, связанные с взятием грунта и рекомендацировкой, то есть то, что необходимо было провести. В июле же месяце была закончена реструктуризация группы компаний Skyway. Наш холдинг перерегистрировался на территории Британских и Вирджинских островов и с этого момента наши инвесторы стали приобретать пакеты акций, пакеты долей компании в долларом эквиваленте. Кстати, те, кто стал инвестором до момента окончания реструктуризации, были вознаграждены. То есть те пакеты акций, которые они приобрели, были умножены с коэффициентом 2,95 и выше. Потому что у нас были люди, которые принимали участие в акции «Посади дерева». Далее, что очень важно, в сентябре месяце ввелась работа, скажем, направлений и инвестиционной, скажем так, привлекательности нашего проекта. И в сентябре специалистами нашей компании, точнее нашей компании, группе компаний Skyway, был присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. Это та процедура, которую проходят все публичные компании, акции которых в дальнейшем котируются на различных международных биржах. В сентябре же месяце территория Экотехнопарка и наше научное предприятие на территории Республики Беларусь посетил Ротхук с австралийской делегацией. В июне месяце, скажем так, специалисты компании МДМ получили информацию о том, что есть такая технология, разбирались с ней, изучали. В сентябре приехала делегация этой компании на территорию нашего научно-производственного предприятия, провели несколько дней и на территории Экотехнопарка, и в конструкторских бюро, и общались с Анатолием Даровичем и Низким. Как мы говорим, уехали в Исфоясе с твердым намерением строить дороги по технологии Skyway на территории Австралийского континента. И буквально новость январем месяца, мы с ней не ошибались, о том, что компания МДМ ведет активную работу на территории Австралийского континента с целью внедрения данной технологии на территории Австралии. Дальше. Очень важным моментом состоялась торжественная закладка, точнее была торжественная закладка 17 октября нулевого километра трассы Skyway в Минской области. Вы видите, да, нижний слайд, точнее нижний рисунок на слайде. У нас сейчас такие есть пакеты, в подарок которым прикрепляется ценная монета с изображением нулевого километра Skyway. Это состоялось 17 октября. Также была проведена международная конференция в городе Минске, где Анатолий Дарович подвел в итоге того, что было сделано и обрисовал нашим инвекторам планы того, что будет делаться в ближайшее время. Эту же осенью группа компаний Skyway вместе с Пуховичским райисполкомом принимала участие в тендере по программе «Зеленая экономика Республики Беларусь». Там сумма порядка 5 миллионов евро была распределена между двумя десятками проектов. Одним из этих проектов был проект группы компаний Skyway. Мы получили деньги инвестиционные, то есть небольшой поток и оттуда. В ноябре 2015 года группа компаний Skyway применила новый инвестиционный продукт в своей деятельности. Это возможность приобретения пакетов акций группы компаний Skyway в рассрочку. Затрачивая ежемесячно незначительные деньги, вы можете стать обладателем крупного пакета долей компаний, группы компаний Skyway. Это то, что было проделано в 2015 году. Сейчас мы с вами находимся в 2016 году. Прошел целый ряд событий, у нас ни на минуту не прекращаются строительные работы на территории экотехнопарка. Там, где сейчас ведутся строительные работы с целью демонстрации транспорта, дальнейшей сертификационной работы и так далее. Не важно, холодно, не важно, там дождь идет зимой в Беларуси, либо что-то еще, у нас продолжается стройка. Но очень важным событием в 2016 году, в начале 2016 года практически стало заседание коллеги Министерства транспорта Российской Федерации, то есть экспертный совет при Министерстве транспорта признал технологию, разработанную Юницким, инновационной. И было дано поручение комитету по импортозамещающим технологиям на транспорте вместе с нашей компанией целый ряд проектов, скажем так, просчитать и предоставить материалы, сколько будет стоить строительство данных дорог в целом ряде, скажем, субъектов Российской Федерации в сравнении с теми видами транспорта, которые мы используем сегодня. То есть это очень важная веха. Юницкий долго к этому шел. История простая. Помните, я вам рассказывал сегодня на вебинаре то, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву технология была представлена в 2009 году. Вы сможете потом ролик посмотреть на эту тему. И он сказал, что да, действительно, самое что ни на есть инновационные технологии, но вы знаете, сейчас кризис там и так далее. Найдете деньги ему, занимайтесь. А мы дальше уже посмотрим. В начале этого года Анатолий Дарович Юницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который поблагодарил его за выделенное время в 2009 году нашей технологии, за то, что он обратил на это внимание и сказал, что на тот вопрос, который вызвали в 2009 году, мы нашли ответ. Деньги на строительство технопарка мы нашли и приглашаем вас к концу 2016 года в Белоруссию на мероприятие, на котором мы будем демонстрировать, что из себя представляет первый транспорт, в котором мы сегодня ориентируемся, городской транспорт. После этого состоялось заседание экспертного совета. Дважды приезжал Анатолий Дарович Юницкий со специалистами нашей компании, делал презентацию, рассказывал о преимуществах данного проекта. И вот эта технология признана инновационной. Это очень важно. Я думаю, большинство из вас, тех, кто даже впервые присутствует, понимает, что министерство транспорта как бы это не просто структура, и признать какой-нибудь левый непонятный проект инновационной технологии оно не может. Поэтому мы сегодня с вами имеем четкое подтверждение, что мы с вами в нужное время и в нужном месте. На шестнадцатый год в планах компании это строительство городской трассы до осени. То есть сейчас у нас уже, скажем так, установлены последние промежуточные опоры городской трассы. У нас сейчас параллельно будет закладываться строительство грузовой трассы SkyWay на этом участке. В дальнейшем уже будет уделяться внимание высокоскоростному SkyWay на 15-километровом участке. Планируется к осени, скажем так, завершить строительство городской трассы, пригласить сотрудников правительства, в первую очередь Республики Беларусь. Но есть вероятность, что на этой демонстрации будут присутствовать губернаторы целого ряда областей Российской Федерации. Показать, что из себя представляет транспорт, начать его, скажем так, промышленную отработку и начать вести сертификационные работы. Параллельно, как я сказал, будут вестись работы по строительству возведению грузового транспорта. Причем как городской, так и грузовой будет использоваться и навесной, и подвесной. То есть это разновидности данного вида транспорта. Грузовой – это строительство погрузочно-развивочных терминалов, то есть все, что связано с этим направлением. В 2017 году в начале планируется демонстрация уже грузового участка. И как мы с вами говорили, в 2017 год это тот момент, когда мы планируем выйти на мировой транспортный рынок уже сертифицированный видами транспорта. По сути дела, сегодня мы можем убедиться в том, что каждый день, каждую неделю нас приближает тот момент, когда мы сможем этот транспорт продемонстрировать. И все это планируется сделать в 2016 году. И прежде чем перейти непосредственно в предложение компании Skyway Capital, я хотел вам включить два коротких ролика. Первый будет немножко подлиннее, который покажет, что из себя представляет Эко-технопарк, что мы сегодня строим, во что идут ваши деньги, инвестируемые в наш проект, то есть как будет выглядеть Эко-технопарк. Вы сможете сравнить с тем, что было у нас в подмосковном городе Озера. Вы видели, да? ЗИУ-131 на железных колесах взбирался по металлической эстакаде, которая была построена по струнным технологиям. Там, кстати, было проведено большое количество испытаний, я говорил. Ну, например, простая ситуация, когда зимой намораживалось около 5 сантиметров льда на то железо, по которому двигался транспорт. Это не являлось никаким препятствием для ЗИЛа, который взбирался вверх этой эстакады, он просто этот лед выдавливал. Это мы говорим вот о всей погодности и так далее. То есть такие явления, как сильный туман, сильный дождь, сильный ветер боковой, вплоть до ураганного, скажем так, бальность ураганного ветра будет данный транспорт выдерживать. Намерзание чего бы то ни было и так далее. То есть все это не является препятствием для транспорта Skyway. Итак, что же из себя будет представлять в ближайшее время Эко-технопарк? Потом короткий ролик о том, что уже проделано на сегодняшний день. И переходим к предложению компании о том, что я вам скажу это. Продолжение следует... 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 Даже есть книжка, которая вышла под изданием Киасаки и Дональда Трампа, которая сегодня планирует избираться президентом США, которая называется «Почему нам выгодно, чтобы вы были богаты?». Так вот, в этих книгах о всех Киасаки рассказывают, что есть люди очень богатые, которые распознают возможности до момента котировки акций на бирже, приобретают доли компании, когда они только формируются, и в дальнейшем получают основной доход. То есть данная возможность сегодня предоставляется каждому из вас. Вторая задача, которую мы перед собой ставим, это создать благоприятные условия для инвестирования каждому нашему инвестору. То есть абсолютно прозрачные действия ваши, что необходимо делать. Мы доступны всегда и готовы вас информировать обо всем, что происходит в нашем проекте. То есть мы еще обеспечиваем максимальную доступность информации, прозрачность действий. И в принципе любой из вас, не выходя из дома, не одеваясь, даже не чище зубы, не расчесываясь с утра, получив информацию о нашем проекте, может выйти в интернет, если у вас из дома есть такая возможность, и устройство, которое позволяет вводить в интернет. И стать инвестором в нашем проекте. Условно, опять же, на четыре этапа можно разбить реализацию проекта группы компании Skyway сейчас. Самое важное на данном этапе – это своевременное финансирование каждого этапа, которых 15, я говорил, в бизнес-плане. Сегодня мы находимся на шестом этапе развития технологий. Самое важное сегодня – это строительство экотехнопарка. А уже в дальнейшем, когда мы привлечем необходимый объем инвестиций, когда мы построим и продемонстрируем данный вид транспорта, уже можно будет работать с отдельно взятыми адресными проектами. И на том этапе люди смогут входить в наш проект, в принципе, тоже получать доход, но только уже от акций отдельно взятых проектов. И в дальнейшем, конечно же, получение прибыли. То есть кратко, я уже говорил в начале вебинара, и сейчас повторю, что компания зарегистрирована в Великобритании. Возможность инвестирования в наш проект есть фактически из любой страны мира. Самое важное, что вы становитесь совладельцами данной технологии, совладельцами компании, и вас вносят в реестр корневой компании. Независимо от реестр держателя, то есть вы становитесь совладельцами основной технологии. У нас уже сегодня реализована круглосуточная информационная поддержка на сайте, в личном кабинете. Те денежные средства, которые вы сегодня инвестируете в наш проект, имеют уровень капитализации свыше 5000% за ближайшие 3-5 лет. У каждого из вас есть возможность в дальнейшем получать дивиденды с каждого построенного километра дороги. А сегодня уже любой из вас может создать свой собственный бизнес благодаря нашей партнерской программе, о которой мы с вами сейчас буквально немножко поговорим. На данном слайде вы видите прайс-лист так называемых основных пакетов нашей компании, традиционных пакетов, которые не относятся ни к каким акциям, ни к чему. То есть вы можете просто зайти в личный кабинет и приобрести за 1000 сегодня 50 рублей, потому что здесь коэффициент, который вы видите 76. Сегодня соотношение рубля и доллара у нас в личном кабинете 1 к 70. Можно приобрести пакет стоимостью 15 долларов в США, и на выходе у вас будет 795 акций группы компании Skyway Capital на данный момент. Уровень доходности этого пакета, так называемый дисконт, в 53 раза. То есть вложенные деньги сегодня на минимальном пакете к 2017 году будут увеличены в 53 раза. Каждый последующий пакет стоит дороже, но и уровень доходности, вот третий столбик, вот этот вот на данном слайде, это уровень доходности по каждому пакету либо дисконт. Сегодня у нас дисконт колеблется в пределах от 53 раз до 500. Когда начинался наш проект, люди, которые пришли на первом этапе, имели самые выгодные условия, но они больше всего рисковали. То есть на тот момент был самый что ни на есть венчурный проект, то есть никто не мог дать гарантии, что вообще что-то будет там построено, что нас кто-то услышит, что нам дадут участок там и так далее, и так далее. Сегодня нам есть чем похвастаться. Сегодня каждый день ведутся работы, авторский контроль не только на территории экотехнопарка, но еще и на территории целого ряда предприятий, которые являются подрядчиками строительства, которые выпускают узлы, агрегаты, необходимое оборудование, которое мы будем использовать на территории экотехнопарка. Каждый день специалисты нашей компании в этом направлении трудятся. Итак, на первом этапе уровень доходности был, это в 2014 году, от 250 раз до 1500. То есть, по сути дела, при переходе с одного этапа на другой, вот на седьмой этап, когда мы перейдем, уровень доходности по пакетам тоже уменьшится. То есть рисковость снижается, стоимость нашей акции возрастает. Далее, в группе компании Skyway, как я вам говорил, и в компании Skyway в частности, на сегодняшний день существует целый ряд выгодных условий. Для людей, которые готовы платить, например, незначительные деньги ежемесячно, а на выходе иметь большие пакеты компании Skyway Capital. То есть в правом нижнем углу, вот здесь, у нас находятся пакеты, которые вы можете приобрести в рассрочку. То есть, начиная от инвестирования 25 долларов ежемесячно на протяжении 10 месяцев, у нас есть пакеты по 50 долларов ежемесячно на протяжении 6 месяцев, есть пакеты по 100 долларов 10 месяцев, у нас есть по 200 долларов на 9 месяцев, есть пакеты на 6 месяцев за 80 долларов с возможностью высадки именного дерева на территории Экотехнопарка, есть стоимость 150 долларов, 500 долларов, два месяца подряд вы можете оплачивать и получить хороший пакет 400 тысяч акций. Как я вам говорил, 2017 год – это 400 тысяч долларов США. Есть разовые пакеты на очень выгодных условиях с хорошим дисконтом. Есть пакет юбилейный, вы видите здесь в середине слайда его описание. Раньше у нас были условия, если вы приобретаете пакет юбилейный за 1000 долларов, то вам в подарок дарится монета и 300 тысяч акций компании. Для тех людей, кто готов, скажем так, в течение месяца после покупки данного пакета купить еще один по такой цене, то уже дается не 300 тысяч, а 480. А если будут те, которые еще и третий месяц проплатят такую же сумму, то еще добавляются 570 тысяч акций компании Skyway Capital. Суммарно это будет за три месяца, либо за три покупки по 1000 долларов, 1 350 тысяч акций. Есть крупные пакеты стоимостью 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. В знаке сейчас появляется все больше людей, которые инвестируют такие денежные средства в наш проект, потому что он доказал свою живучесть, потому что, скажем так, их скептицизм за те годы, которые, точнее, два года, которые они наблюдали за нашим проектом, улетучился. Они видят, что работы ведутся, они видят признание Министерством транспорта данной технологии, и у них нет опаски инвестированию денежных средств в наш проект. Итак, коллеги, партнерская программа. То есть у нее есть целый ряд преимуществ. Как правило, подробнее мы говорим на наших вебинарах по вторникам в 18 по Москве и по пятницам в 13. На данном слайде вы можете видеть, скажем так, 6 основных, наверное, преимуществ, то, что у нас минимальная сумма инвестиций 15 долларов позволяет вам зарабатывать и 100, и 200, и 1000 долларов ежемесячно. Будете ли вы докупать потом какие-либо пакеты акций нашей компании, это ваше право. Ну, было бы нелогично, да? Хотя даже вот этого условия 15 долларов обязательно там покупки у нас его нет. Вы можете быть на уровне партнера, об этом мы говорить будем завтра. Кстати, по партнерской программе, сразу хочу сказать, завтра будут озвучены изменения в лучшую сторону нашего маркетинга. Поэтому, если вы хотите, скажем так, узнать об этом первые и донести до своих партнеров, инвесторов в будущем и так далее, я вам рекомендую завтра в 18 часов быть на нашем вебинаре. У нас достаточно высокий процент в год. То есть до 18 из первого поколения написано здесь, да? И от 0,2% до 7, до глубины 20 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить по своей реферальной ссылке, которые могут приобретать любые пакеты акций, а вас компания максимально как раз-таки вознаграждает за те инвестиции, которые люди делают по вашим рекомендациям. Бонусные вознаграждения очень важный момент у нас начисляются на бонусный счет. Эти деньги вы можете выводить, эти деньги вы можете использовать на приобретение пакетов акций. И на акционный счет, который является сегодня еще подарочным, эти деньги вы можете использовать только на приобретение пакетов акций компанию, то есть увеличивать свою долю, увеличивать свой инвестиционный портфель в нашем проекте. Задача партнерской программы – это привлечение порядка 300 миллионов долларов США в развитие нашего проекта, это создание крупных региональных структур, то есть на сегодняшний день уже, скажем так, несколько десятков региональных лидеров нашей компании есть. Это создание адресных проектов в будущем, а в целом оптимизация всех бизнес-процессов для максимального привлечения денежных средств в наш проект. Для наших партнеров мы предлагаем целый ряд инструментов. который вы можете использовать для построения своей партнерской структуры. Первый инструмент, кстати, его тоже относят к инструменту, план вознаграждения, его описание вы можете найти в инструментах партнера, это первый пункт. Внизу вы видите красные стрелочки, которые позволяют вам скачать из личного кабинета описание текста этого маркетинга и слайды, которые вы можете в дальнейшем просто демонстрировать людям, которые вас окружают, будь то в формате общаясь с людьми, которые рядом с вами, либо по скайпу, либо еще, скажем так, благодаря какому-то мессенджу, и просто можете знакомить людей с той возможностью, которая у нас есть. У нас есть раздел реферальных ссылок, которые ведут на лейдинг инвестора, на сайт нашей компании. Для тех, кто, скажем так, изъявил желание и уже разобрался в информации, просто можете дать реферальные ссылки на форму регистрации в личном кабинете. Человек проделывает простые манипуляции и станет вашим потенциальным сначала партнером, а в дальнейшем, если приобретет какой-либо из пакетов акций, это ваш реальный инвестор, за которого компания вам еще заплатит. У нас есть для людей, которые считают себя продвинутыми в мире интернета, в мире интернет-бизнеса, инфобизнеса, баннеры, которые вы можете размещать на страницах своего сайта, сайта одностраничника, блога, причем того размера, который удобен вам. У нас более 60 видов баннера. И размещая HTML-код на своих интернет-страницах, вы можете осуществить переход людей после нажатия на этот баннер либо на официальный сайт, либо на лейдинг-партнеров. Если люди ознакомятся с информацией, нажмут кнопку регистрация, то они станут вашими реферальными партнерами, потому что к баннерам прикреплена ваша реферальная ссылка. У нас есть раздел новостей. И раздел новостей внутри личного кабинета, его тоже можно отнести к инструментам работы, потому что напротив каждой новости у нас размещаются кнопки соцсетей. Если вы в них зарегистрированы, то вы нажимаете просто на эту кнопку, пишите короткий комментарий, о чем эта новость. И люди, которые являются вашими друзьями в этой социальной сети, в тех группах, в которых вы состоите, появится информация о том, что вы что-то интересное разместили. Люди могут по этой ссылочке перейти, ознакомиться с информацией, перейти потом на страницу нашего сайта, зарегистрироваться. Это также ваши реферальные партнеры, поэтому используйте этот раздел новостей. Вы знаете, иногда я это делаю, крайне редко, но тем не менее я вижу, что это работает. Если вы будете активно развивать партнерскую сеть и фактически каждую нормальную новость размещать на своих интернет-ресурсах, есть вероятность, что у вас будет большое количество партнеров. К инструментам можно отнести подобные вебинары, которые мы проводим каждую неделю. То есть это вебинар-презентация, который у нас проходит по понедельникам и четвергам. Это вебинары по партнерской программе по вторникам и пятницам. Это целая череда обучающих мероприятий, которые проводят лидеры нашего бизнеса. Это и сегодня будет вебинар в 19 часов для людей, которые строят региональные структуры. Это в 20 часов вебинар по технологии, который проводит сегодня Александр Мунко. Как я говорил, он там более подробно рассказывает о технологии. Это вебинары по вторникам. Вебинар по партнерке. Это вебинар Григория Мирошниченко по вторнику на пятницу, где он рассказывает непосредственно о том, как надо строить бизнес. И в интернете, и в повседневной с вами жизнедеятельности. То есть отвечает на насущные вопросы тех людей, которые хотят зарабатывать деньги сегодня, не дожидаясь выхода технологии в свет, стать уже успешным и богатым до момента котировки акций на каких-либо биржах. Далее, это вебинар, который проводит Владимир Маслов по четвергам, где он рассказывает об адресных проектах. Это вебинары, которые проводит Алексей Суходой и Сергей Сибиряков, где они подробно рассказывают тоже о технологии. Он у нас обычно по средам. Четыре таких вебинара. То есть было бы ваше желание разбираться в информации, учиться, обучаться, давать эту информацию вашему окружению. Это различные промо-акции нашей компании, которые, кстати, действуют и сегодня. Это пакеты в рассрочку, это возможность приобретения пакета юбилейный. Это те условия, которые мы, опять же, улучшили маркетинг плана. Завтра мы об этом с вами будем говорить подробно. В разделе расписания вебинаров, в разделе событий на нашем сайте вы можете посмотреть каждый день после регистрации на нашем сайте, когда, какой вебинар проходит, кто его ведет, ссылку на регистрацию, либо ссылку на вход в вебинарную комнату. Это мы сделали специально около двух месяцев назад, потому что нам люди писали, что они не получают рассылку, они не могут найти, как войти, скажем так, вебинарную комнату. Не у всех есть профили ВКонтакте в сети социальной, чтобы зайти и увидеть расписание вебинаров. Поэтому мы, скажем так, интегрировали данное расписание в личный кабинет каждого партнера. И, в принципе, теперь у партнеров не может быть отговоров, почему они не смогли попасть на какое-либо обучающее мероприятие, либо событие. Вы знаете, мы всегда легко находим отговорки, почему мы чего-то не сделали. Так вот, одну отговорку мы, скажем так, прикопали. То есть она теперь никак не будет принята во внимание, потому что если вы будете продолжать утверждать, что вы не смогли найти расписание вебинара, когда какое-то состоится, вы будете где-то говорить неправду. Далее. У нас есть возможность обращения в службу технической поддержки, круглосуточный сервис. Как со страницы сайта? То есть в правом нижнем углу есть панелька, нажимая на которую открывается такое окошко, куда вы вводите свой вопрос, либо описываете подробно ситуацию, которая у вас случилась, и вы не можете в ней разобраться. Если специалист технической поддержки сможет вам сразу ответить, он ответит. Если нет, он вам напишет, что он оформил заявку. И уже, скажем так, те службы, по отношению к которым данная информация, скажем так, ваше обращение сделано, они поработают с данной заявочкой и решат ваш вопрос положительным образом. И у нас, как я говорил, есть дополнительная возможность для активных людей стать региональными лидерами. И, в принципе, вебинары с такими людьми проходят у нас в 11 утра. Это те люди, которые получили подтверждение от Ирины Волковой, что с ними готовы работать в направлении развития региональных структур. Это дополнительные проценты, я могу озвучить их, от 2 до 4,5% от создаваемого товарооборота в том регионе, где вы создаете свой бизнес. Это дополнительные лидерские бонусы, не только деньги. Это, скажем так, возможность стать крупным акционером группы компании Skyway. Ну и, по сути дела, получить дополнительную возможность дохода. То есть, третий вид дохода в нашей с вами деятельности. Как я говорю, профессиональная команда технической поддержки. И если в итоге подвести все то, что я рассказал сегодня, у каждого из вас есть отличная возможность принять участие в крупном инвестиционном, инновационном проекте. То есть, приложить свои физические усилия, духовные, моральные, финансовые, по возможности. Потому что я вам говорю, что у вас никто не будет выворачивать руки, заламывать их, бить молотком по пальцам и требовать от вас проинвестировать крупную сумму денег. Вы сами вправе решить, сколько вы сегодня можете проинвестировать в наш проект. Опять же, вернусь к книжкам того же Киосаки, целого ряда, скажем так, людей, занимающихся обучением других финансовой грамотности. Они говорят, инвестируйте ежемесячно в то, что вам может приносить доход в будущем, от 1 до 10%. Не надо больше 10, не надо, скажем так, перетягивать поясом свой пищевод, то есть, реже дышать, ограничивать своих близких в чем-то, в сахаре, в сосисках, в шоколаде детей и так далее. Просто-напросто, если вы мало зарабатываете, вы знаете, что на 90% того, что у вас есть, прожить так же тяжело, как и на 100%. Если вы 10% от того, что вам тяжело прожить, будете инвестировать в то, что может круто за полгода, за год изменить вашу жизнь, я думаю, вы от этого только выиграете. Поэтому, друзья, информацию, которую я вам дал, наверное, на этом буду заканчивать. И теперь те вопросы, которые вы пытались мне писать в процессе вебинара, сейчас посмотрим, я постараюсь на них ответить. А если есть еще какие-то, пожалуйста, пишите в чате. Я не могу сказать, что я отвечу на все 100% вопросов, потому что мало ли что вы меня спросите. Я далеко не всевидящий, не ясновидящий, но тем не менее на что-то, наверное, ответить смогу. На данном слайде вы видите наш адрес, телефон в городе Москва. Откуда я сейчас вещаю? Вот видите, желтое вот это здание, точнее бежевое здание с красными крышами. Я смотрю сейчас в окно, у нас голубое небо. Весну нам пообещали середины апреля, то есть как бы все вроде бы растаяло, но зима к нам должна вернуться. Для меня это положительное явление, я смогу покататься на лыжах подольше вечером, либо до работы. Тогда планируется выход на внутреннюю биржу. Давайте, Ольга, я отвечу так. Во-первых, я не совсем пойму, что такое внутренняя биржа. Для меня это понятие такое размытое, я не могу точно себе, скажем так, в голове сформулировать, что это такое. Во-вторых, давайте так. Компания планирует выход на мировой рынок транспорта и инвестиций в 2017 году. Я это озвучивал несколько раз. Соответственно, мы сегодня, скажем так, в начале 2016 года. Давайте вместе потрудимся для того, чтобы это было реализовано. Вам не нужно будет ворочать мешки, вам не нужно будет, скажем так, перекатывать квадратные, переносить что-то тяжелое и круглое. Поработайте с информацией, мы вас с удовольствием в этом поддержим. Приезжайте, кстати, на конференцию в Минске. Там, я так предполагаю, будет больше тысячи человек. Уже большое количество заявок. Налогом дивиденды будут облагаться. Сразу хочу сказать. Если вы законопослушный гражданин, соответственно, те дивиденды, которые вам будут начисляться в будущем, давайте до них доживем, вы будете выделять, скажем так, своему государству ровно столько, сколько подразумевает законодательство той страны, в которой вы живете. Если вы этого делать не будете в будущем, то вам могут скрутить руки за спиной. Поэтому, я считаю, лучше быть законопослушным и выплачивать. В России, например, это 13%. Если вам выплатят 100 тысяч долларов, и вы 13 тысяч дадите, конечно, жалко, жаба будет душить, но на 87 тысяч можно сделать много хорошего. Чем не заплатить, а потом, скажем так, иметь эти деньги, но сидеть и видеть свой дом из окна, скажем так, через решетку. Знаете, есть анекдот. Раньше он жил в доме напротив тюрьмы, сейчас он живет напротив собственного дома. То есть я вам рекомендую этого не допускать. Вот видите, в Латвии 23%. Знаете, дивиденды 6% по упрощенке, и вам не получится. Это немножко другая вещь. 6% вы можете платить по упрощенке, если вы предприниматель, и вот с того дохода, который вы будете получать по партнерской программе. А вот с дивидендами все немножко по-другому. Если не платить, да, но это касаемо деятельности по партнерской программе, еще раз говорю. То есть дивиденды с акцией совсем немножко другой законодательства. Так, какие еще вопросы тут у вас звучали? По поводу там кто-то спрашивал, как опоры будут устанавливаться. Вот для тех, кто это спросил, я вам рекомендую зайти в интернет, в YouTube, либо где-то поискать, как строится высокоскоростная железнодорожная магистраль в Японии, например. И вы там увидите, как интересно все происходит. То есть как укладываются, скажем так, как опоры устанавливаются, заливаются, как укладываются между ними, скажем так, то, на что потом укладываются рельсы и так далее. Посмотрите. То есть это уже не является чем-то таким невозможным. Кстати, насчет высокого уровня автоматизации технологии. Некоторые люди никак не могут себе представить, что, например, поезда, метро, либо чего-то еще могут ездить без водителя. В Москве три недели назад начат эксперимент. Первый поезд запущен на кольцевую линию, где водитель просто, скажем так, для страховки. То есть транспортным средством управляет автопилот. Ближайшие средства, еще два поезда будут запущены, такие же. Мой ребенок был прошлым летом в Бельгии, где проходил практику при Европарламенте два месяца. И в один из выходных дней он смог попасть в город Ли во Франции. Так вот там метро автоматизировано. Он сидел на первом сидении, смотрел лобовое стекло, то есть не было никакого ни водителя, ничего для страховки. Вы знаете, транспортные средства передвигались, и было все без проблем. По поводу роликов. Вы знаете, огромное количество роликов вы можете найти на нашем ютубовском канале, который называется Skyway Capital. Зайдя на этот канал, вы там увидите, я не знаю, несколько сотен роликов, и тот ролик, который я вам демонстрировал в том числе. Да, машины могут ездить без водителя. Кто-то смотрел фильм художественный, который называется «Женатый холостяк», вышедший в 1982 году. Помните, там мужик сделал жезл и автобус, который производился в городе Львове, ездил без водителя. Ну, тогда это была фантастика. Вы знаете, все, что раньше было фантастика, уже очень много реализовано в нашей с вами жизни. Был фильм замечательный, который назывался, и сейчас его иногда показывают, 31 июня, лунный день, там, где главный герой разговаривает с кем-то по видеотелефону. Причем тот видеотелефон выглядит как старый таксофон, ему разместили типа экрана что-то, и вот он видит того, с кем говорит. Сегодня это все уже реальность. Вы сегодня в Skype можете на обычном маленьком смартфоне общаться с кем-то, видеть того, с кем вы разговариваете. Вы находитесь здесь, он там где-то в Буэнос-Айресе, либо там в горах чего-то, угодно, чтобы там интернет был, да? Вот, и вы с ним совершенно спокойно можете общаться. Поэтому то, что было фантастикой давно, сегодня уже наша с вами реальность. Итак, коллеги, я так понимаю, что в принципе вопросов каких-то серьезных, да? Так, пакет юбилейный по 1000 долларов, три раза в один в одном месяце, каждая покупка. Смотрите, Татьяна, вы можете купить пакет юбилейный сегодня, например, да? У вас будет 30 дней до того момента, когда вы сможете купить следующий. Потом после покупки следующего еще 30 дней вы сможете купить следующий. Либо вы можете хоть через день купить три пакета, и вам будет начислено то количество акций, что я сказал. 1 миллион 350 тысяч акций. Да, важный момент, который я, наверное, не озвучил. Да, все-таки презентация есть презентация. У нас сегодня есть выгодные условия для тех людей, которые сами приобрели пакет акций по рассрочке, но и активно дают информацию своему окружению. Так вот, если в течение марта месяца вы оплатите два платежа по своей рассрочке, то вам дополнительно будет начислена акция. Это касаемо пакетов стоимостью 25 долларов ежемесячно 50, 100 и 200. Там от 11,5 тысяч акций в подарок до больше сотни вы можете получить, если вы оплачиваете ежемесячно по 200 долларов. либо если вы будете делать один платеж, но привлечете три новых партнера, новых, те, которые зарегистрируются в марте, в вашу структуру, и они приобретут пакеты акций стоимостью от 25 долларов и дороже. То есть три таких человека, и вам дополнительно будет выплачено то количество акций, которое привязано к каждому нашему пакету по рассрочке. Это касается пакета старт, сеньор, бизнес и так далее. Это очень важно. Потому что если вы планируете стать крупным акционером нашей компании, то такое условие в принципе его можно использовать. Оно достаточно простое. Было бы ваше желание его реализовать. Так, как вы можете отслеживать свои акции? Смотрите, Иван, что значит отслеживать свои акции? То есть, а куда они денутся? То есть, или эта акция, вы предполагаете, что акции могут двигаться каким-то образом куда-то? Вы сейчас приобретаете пакет долей компании. У компании планируется выход в 2017 году на котировку, скажем так, на каких-то международных рынках. Вам сейчас не надо ничего отслеживать. То есть, продать вы эти акции не сможете до момента, скажем так, их котировки. Поэтому, как вы за ними будете следить, у вас будет, скажем так, сертификат компании Skyway Capital. Вы сможете через какой-то промежуток времени, когда информацию о вас занесут в официальный реестр, реестр, удержать или себе в личном кабинете, скажем так, скачать выписку из реестра за подписью Анатолия Дородьевича Веницкого. Это вы можете сделать. А следить за ними, я не знаю, какой смысл за кем-то следить, если он никуда от вас не убегал. Какие еще вопросы, коллеги? Далее, если вы в январе взяли пакет в рассрочку, если вы в марте его оплатите вдвойне, то есть, один платеж делаете и второй платеж делаете, либо сразу за два месяца, вы знаете, у нас такая возможность есть, вы получите дополнительно то количество акций, которые в привязке к вашему пакету есть. И вы можете информацию об этом прочитать непосредственно в разделе рассрочка, потому что напротив каждого пакета, которые у нас были до этого месяца, за 25, 50, 100 и за 200, есть подробности. Нажимайте подробности, и там условия прописаны, что если вы привлечете трех новых людей в марте месяце, которые купят по 25 долларов, не менее 25 долларов, то вы получите такой-то пакет акций, либо двойная оплата этой рассрочки. Как купить разом? Пакет разом купить не в рассрочку, очень просто. Вы заходите в раздел инвестировать в личном кабинете, из того прайс-листа, который вы видели, выбираете тот пакет, который вам нужен, нажимаете на плюсик с названием этого пакета справа, у вас появляется цифра К1, и вы оплачиваете либо деньгами, которые вы уже заведете в личный кабинет, то есть по поныли основной счет, либо сразу при помощи тех восьми платежных систем, благодаря которым вы можете приобрести доли компании Skyway. вот и все. То есть там все просто, никаких сложностей нет. Если вам, у вас есть еще буквально минута времени, я сейчас загружу программу, которая предоставляет вам возможность загрузки рабочего стола, моего, после того, как она загрузится, я зайду в личный кабинет, разделы рассрочки. Так, у вас должна начаться трансляция моего рабочего стола, то есть вот у нас есть инвестиции, инвестировать, мы заходим в раздел, где демонстрируются все пакеты, да, вот у нас есть те пакеты, которые я говорил. Смотрите, у нас есть вот пакеты в рассрочку Start, Senior, Stabilny и Business, и к ним идет дополнительный бонус. То, о чем я говорил в марте месяца, есть пакеты в рассрочку за 80, 150 и 500 долларов и разный срок оплаты и рассрочки, есть пакет юбилейный разовый, который вы можете купить за 1000 долларов, есть крупные пакеты, а есть просто вот пакеты, которые на светло-серо-зеленом фоне вы просто нажимаете на плюсик напротив того пакета, который вы выбираете, видите, единичка появилась, спускаетесь вниз, выбираете здесь счет, с которого вы готовы оплатить, а если вы, скажем так, не пополняли свой личный кабинет, то просто выбираете из 8 вот этих платежных систем, ту, благодаря которым хотите оплатить пакет акций и действуйте по инструкции, то есть все достаточно просто. Понятно ли я объяснил, вот я сейчас вернусь в нашу конференц-комнату. Нет, стабильный неврассрочку вы не купите, за стоимость стабильного пакета у нас 100 долларов, в обычном варианте, это пакет за 100 долларов, у него, у нас пакета за 100 долларов, во-первых, нет, он есть за 130, либо за 60, у них свой уровень доходности, у пакета за 130, по-моему, уровень доходности 102 раза, соответственно, вы сможете купить, пакет за 200 долларов, позволит вам приобрести 20 400 акций в нашей компании. По поводу посадки деревьев, в октябре, посадить или в апреле, вы знаете, я пока не готов ответить, я знаю, что в апреле наверняка будет высадка деревьев, наверняка именных, в том числе, но информация о том, в октябре ли будет какая-то посадка деревьев или нет, я пока твердо утверждать не могу, но возможно будет, вы понимаете, у нас есть эта акция, где можно высадить фруктовое дерево на пакетах в рассрочку за 80, 150 и 500 ежемесячно, а есть, скажем так, какое-то эксклюзивное именное дерево, какой-то редкой породы и так далее, возможно, это будет осенью. Если счет выставлен в рублях, а на карте другая валюта, большинство банков просто пересчитывают по кросс-курсу своему и с вас спишут то количество денег, которое необходимо списать в перерасчете на то количество рублей, которое вы выбрали. То есть здесь сложности, как правило, не бывает. Да, Вадим, можно, вот вы написали вопрос, можно ли после оплаты рассрочки, которую вы брали когда-то, полностью, когда вы оплатили, можно ли взять по тому дисконту, который был у вас на тот момент? Да, можно. По поводу остановки краудинвестинга, давайте не бежать впереди паровоза, когда это будет, тогда будет. Но, как говорила компания, для тех людей, которые приобрели, да, на выгодных условиях, в декабре месяце, там, потом, в январе брали пакеты акций в рассрочку, есть возможность приобрести пакеты акций с тем же дисконтом, который у вас был. Вот. Поэтому, если вы считаете себя, как бы, способным оплатить досрочно ту рассрочку, которую вы взяли, пожалуйста, оплачивайте ее в марте месяца, берите следующий пакет с тем дисконтом, который у вас был. Больше он не станет, вот. Меньше у вас тоже никто не будет отнимать. Если вы успели приобрести пакет акций с дисконтом, например, 450 в декабре, значит, у вас будет такая же возможность это сделать. Если вы брали пакет акций в рассрочку, например, за 25 долларов, то у вас будет предложена полностью линейка 25, 50, 100, 250, по-моему, у нас было. Если вы брали за 50 долларов, соответственно, вам 25 не будет доступно. Вам снова нужно будет выбирать 50. Ну, такие вот условия. Итак, друзья, если вопросов больше нет, я, наверное, на этом буду заканчивать наш сегодняшний вебинар. Хочу вас поблагодарить за внимание, хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня с нами, за то, что помогаете нам реализовать технологию разработанную Ницким. Всем желаю отличного вечера, отличной недели, которая сегодня началась. Классной погоды, в первую очередь, в душе и в доме, то, что на улице происходит, в принципе, это отражение того, что у вас внутри. Ну, всем желаю успехов, до новых встреч. Партнерская программа завтра, сегодня в 19-20 у нас еще будут вебинары, поэтому следите за информацией. До новых встреч, всегда.